Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Из первых рук». Я ее ведущий Антон Пережогин. Сегодня у нас в гостях главный эксперт Департамента молодежной политики Министерства по делам религии и гражданского общества Казахстана Гуля Акалбековна Аблаисова. Здравствуйте, Гуля Акалбековна. Здравствуйте. Итак, сегодня мы были сами свидетелями торжественного открытия ежегодного военно-патриотического лагеря. В этот раз этот проект избрал, так сказать, своим местом назначения наш город, этот проект «Джигер-2017». Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, кто будет в этом лагере проходить мастер-классы, сборы, для чего вообще этот лагерь был создан, в какой направленности, ну и примерно, что в эти пять дней будут проходить участники этого проекта. Хорошо, Вы заметили, Антон. Дело в том, что военно-патриотический лагерь «Джигер», который организует Министерство по делам религии и гражданского общества, является одним из успешных проектов. Этот проект мы в прошлом году реализовали в городе Щучинске, в этом году в городе Вахтубе. И этот проект прежде всего для методистов, это методический лагерь, можно сказать. Данный проект рассчитан для руководителей военно-патриотических объединений, военно-патриотических клубов, руководителей молодежных ресурсных центров, представителей управления по вопросам молодежной политики, руководителям военно-патриотических объединений. Дело в том, что в рамках пяти дней будут проведены различные мастер-классы, семинар-тренинги, диалоговые площадки по улучшению системы военно-патриотического движения в Казахстане. В этом году у вас в Актюбинской области собрались представители всех регионов для получения этих знаний. Я думаю, что в течение пяти дней ребята научатся организовывать свою работу для того, чтобы завтра выехать в свои регионы и эту работу у себя проводить. Как я понимаю, участников говорили о том, что количество участников около 80. Да, около 80 представителей всех регионов. Из них говорили о том, что половина это дети, а половина это уже непосредственно сами методисты, сами организаторы этих клубов. И вот как я понимаю, исходя из того, что вы говорите, 40 человек этих детей, это будут своего рода подопытные кролики для того, чтобы отрабатывать на них методические работы и так далее. Кто вот эти 40 детей? Из каких слоев населения эти дети? Я знаю, что в военно-патриотических клубах чаще всего дети из социально уязвимых слоев населения, те, кто не могут позволить себе дорогие лагеря, дорогие курсы, какие-то академии развития, самосовершенствования. И в принципе для этого как раз такие направленности ваших работ. Очень хорошо заметили. Вот действительно, вот в этом лагере мы собрали около 80 человек, в том числе около 50% это люди, которые уже давно работают в этой системе, давно работают в системе военно-патриотического движения. И половина ребят это наши студенты, это студенты из различных категорий, в том числе есть студенты, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для чего это делается? Это делается прежде всего для того, чтобы ребята, чтобы взрослые дяди своим опытом показали, своим примером, как нужно работать, каким нужно быть, чего нужно в жизни достигнуть. То есть по сути это не школьная молодежь, это те ребята, которые уже занимаются какой-то активной деятельностью. Да, это прежде всего именно те студенты, которые имеют свою позицию. Это студенты, студенты колледжа, вузов, может быть даже ПТУ есть, я сейчас пока список не видела до конца, но я точно знаю, что там есть и ребята, которые на сегодняшний день оказались в трудной жизненной ситуации. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что у нас в министерстве, в департаменте вопроса молодежной политики, мы реализуем проекты не только для именно такой направленности военно-патриотической, мы реализуем проекты для всех категорий молодежи различные. Например, у нас есть проекты, которые тем самым являются как социальным лифтом. Например, молодежный кадровый резерв. Ежегодно он реализуется около 10 лет. Данный проект реализуется во всех регионах, можно с уверенностью сказать. У нас на сегодняшний день очень большое количество молодежи, которые стоят в кадровом резерве, которые где-то работают. И вот такие вот мы проекты реализуем. Помимо этого, мы реализуем проекты, которые направлены на поддержку института семьи. У нас есть такой социальный проект, социально значимый проект в рамках государства социального заказа, который называется проект «Брегиумерсуру», то есть «Жить вместе». Этот проект направлен на поддержку института семьи, где молодежь может встретиться с семейными династиями, с семейными парами, которые прожили более 25 лет, более 30 лет. Этот проект тоже считается одним из успешных, и он пользуется определенной популярностью среди молодежи. Слушайте, вот следующий вопрос у меня будет немного иной, не затрагивающий конкретные проекты. Давайте так, подойдем, я думаю, как-то более уровнево к нему. Дело в том, что в мировой практике множество случаев, когда военно-патриотические клубы занимались не совсем той деятельностью, на которой была первоначальная направленность, на всяком случае, в глазах общества. Многие патриотические клубы, я не говорю про Казахстан, скорее всего, у нас такого нету, но не дай бог, чтобы было, занимаются какими-то националистическими деятельностью, националистической. Опять же, понятие военного уже подразумевает то, что ребят готовят к тому, чтобы уметь стрелять, уметь маршировать, уметь в строю ходить, то есть из них готовят бойцов. Но это не официальная армия, это клубы, в которых состоят люди, по сути, не имеющие на данный момент, не военнослужащие на данный момент, уже где-то в отставке и так далее. Есть ли контроль с вашей стороны над военно-патриотическими клубами, как у представителей департамента молодежной политики, потому что это очень серьезная тема. Да, между прочим, вы очень хороший вопрос задали, это очень серьезная тема. Я хочу сказать с большой уверенностью, что наши вот эти мероприятия, которые мы проводим, военно-патриотические лагеря, мы проводим совместно с Министерством обороны. Обязательно, вот я пользуюсь случаем, хочу поблагодарить Министерство по делам обороны, которое оказывает всяческую помощь, поддержку именно в организации данных мероприятий. Список тренеров мы вместе с ними, конечно, согласовываем, списки участников мы это согласовываем. Я уверена, что в данном случае мы хотим провести такой лагерь, мы еще проводим с такой целью, чтобы повысить престиж воинского звания, престиж армии, чтобы ребята с удовольствием шли в армию. Потому что, к сожалению, когда ребята заканчивают колледжи, школы... Остаются неудел. Да, если он вдруг не поступил в какое-нибудь учебное заведение, у него есть возможность поехать в армию, принять участие. И как-то по-другому посмотреть на мир. Я думаю, что вот такие мероприятия, они очень нужны именно для нашей молодежи. И, во всяком случае, в общем, для построения гражданского общества. Кстати, сейчас, как вы до этого еще до эфира говорили, у вас появилось в практике понятие о грантах для молодежных НПО. Вот до этого вы говорили, в основном работали с госзаказами по проектам. Да. Сейчас уже гранты молодежным НПО. Расскажите более подробно, что это за гранты и в чем их преимущество. Вот дело в том, что вот эти вот военно-патриотический лагерь, ЖГР, о котором мы говорили, потом вот говорили социальные проекты, молодежный кадровый резерв, проект Бергеумерсуру и ряд других социальных проектов мы реализовывали в рамках государственного социального заказа. А преимущество грантового финансирования молодежных организаций заключается в том, что средства, которые они получили на грантовое проведение мероприятия, то они могут использовать на повышение квалификации своих сотрудников, на улучшение материально-технической базы. Ведь на сегодняшний день не секрет, молодежные организации, когда участвуют в госфодзаказе, они демпинг устраивают, то есть уменьшают ту сумму, которую мы хотели бы использовать на реализацию данного проекта. Что может повлиять на качество услуг. Что может повлиять на качество. Хорошо было замечено, что в этом году, с 2017 года, в сфере молодежной политики у нас впервые реализовываются три гранта. Это первый грант по информационной поддержке государственной молодежной политики, второй грант на обеспечение мониторинга занятости студентов, и третий грант это создание общенационального проекта. В этом году у нас вот такая вот три гранта реализуются, но общая сумма свыше 30 миллионов. И со следующего года, я думаю, мы с каждым годом будем увеличивать и по разным направлениям вот такое вот грантовое финансирование. Спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии был главный эксперт Департамента молодежной политики, Министерства по делам религии гражданского общества Республики Казахстан Гуля Аколбековна Аблаисова. Спасибо большое вам. Спасибо. До встречи.